Всем привет! Сегодня мы поговорим о менталитете, о турках и отношениях с ним про любовь. Как понять, что турок серьезный, какие у него должны быть действия, что он вообще должен делать, чтобы я поняла, что я не трачу время и так далее. Существует два, скажем так, стереотипа по поводу поведения турецкого возлюбленного, турецкого мужчины. Первый стереотип о том, что они супер все активны, все очень быстро решают, принимают действия, в общем, нахрапом женщину берут, и если им надо, они тут же и женятся, у тебя ты вся осыпана золотом и все такое. Огромный стереотип. И просто я знаю, почему женщинам хочется в это верить. И второй существует стереотип о том, что турки несерьезные, они очень сильно тянут долго, там, не знаю, короче, будут тебя годами мурожить, встречаться иногда или в интернете общаться. То есть вообще с ними ничего серьезного быть вообще в принципе не может. То есть стереотип, то есть серьезно, берут нахрапом, все, любовь, морковь, свадьба, ты золотом обсыпана, семья, дети, а если тянут и так далее, то вообще ничего из этого никогда не выгорит. Я хочу сказать, что это два огромных стереотипа. Сейчас расскажу, почему формируется такое мнение. Я расскажу на примере образном, как это происходит с турчанками, с местными женщинами, то есть их менталитет воспитания. Я сейчас расскажу примерчик, очень важный, перепостите это видео другим. Как в отношениях с турчанками. А вот девчонки очень часто сетуют на то, что туркам встретиться, он что-то тянет, ни рыбы, ни мяса, непонятно, что вообще происходит. Это тот турок, который, возможно, культурный, воспитанный, адекватный, но взаимодействует с вами так, как если бы вы были турчанкой. Вот здесь они, когда встречаются с местными девчонками, это первый момент из религии, второй восточный менталитет, и здесь так принято. Если парень из воспитанной, хорошей, культурной семьи, адекватной, которому нужны серьезные отношения, он никуда здесь не торопится. Вот когда берут на храпом, быстро встречаются, целуются, спят там и все прочее, то здесь в менталитете с турчанкой, это такое тоже есть, не говоришь, что этого нет, это есть. Но для турчанки это сигнал, когда очень быстро нарушаются личные границы, когда она ее там не мурожит долго, сейчас про это расскажем, то для нее сигнал с тобой ничего серьезного, это чисто секс, постель, тусовка, встречания какие-то, но замуж ты за меня не пойдешь, скорее, это про развлечение. Тогда у турчанки есть выбор, соглашаться на это или нет. Те, которые, типа, я себя не на помойке нашла, а мне замуж вообще-то надо, не вот эта вся тусовка, отказываются. Те, кто молодые, легкомысленные, так воспитанные, они на это соглашаются, просто тусуются, короче говоря, получают удовольствие от жизни. Ну, это, как правило, молодое поколение. Если мы про серьезные отношения и про воспитание, когда они встречаются, вот познакомились, симпатия, ты моя девушка, ты мой мужчина, с родителями, конечно, в этот момент не знакомят, начинается этап прекрасный, вот это от цветочного, букетного периода по-турецки. Они ходят куда-то, тусуются, ну, в смысле, в рестораны, там, в кино, в парках гуляют, там, с друзьями встречаются. Это все окей, норм. При этом у них есть еще дистанция. Они могут там не переходить, там, какие-то поцелуи, он долго берет за руку. Понимаете, вот эта вся романтика, короче, происходит. Неприкосновения, не про постели, какой-то период времени идет. Я не знаю, у каждого, конечно, свой, ну, несколько месяцев, например, может быть. Зачем этот период вообще нужен? Со своей стороны мужчина показывает, что у меня все серьезно, я тебе не секс предлагаю, а гуляю с тобой за ручкой. То есть я готов ждать, вот как его женщина, турчанка считывает. Я готов ждать только тебя, это моя симпатия к тебе, хочу быть верным для тебя, ты мне нужна. Готов ждать, ну, не прямо уж тысячу лет, как бы, но сколько тебе потребуется, сколько ты почувствуешь себя комфортно, дорогая. В этот момент турчанка такая, окей, я услышала тебя. И в момент конфетно-букетного периода вот этих гуляний, театров, там, я не знаю, кто куда, короче, да, у кого, на что, кино, ресторанов, всего прочего, времяпрепровождения, там, пикники, парки, друзья, встречи, там, и все прочее, она в этот момент, не допуская до себя, давая скромно ручку подержать, разрешает поцеловать себя только в щечку, и все прочее, набивает себе цену. Она ему показывает, да, если ты про серьезное хочешь мне ждать, ты какая красивая, какая приятная, какая, я там, не знаю, ухоженная, и так далее, и так далее, то придется подождать. И вот так вот постепенно, у них корея к тому, что про серьезные отношения, когда замуж выходит в Турцию, эта история очень долго развивается, и они там очень долго сближаются. В модных, скажем так, прогрессивных районах Стамбула, Анкары, Анталии, Измира и так далее, крупных городов, есть пары, кто живут, вместе спят, там, встречаются, как у нас в европейском менталитете, есть такое. Но это не про семью, это не про знакомство с родителями, официальную свадьбу, про традиции, это скрывается, как правило. Так я к тому, что если парень-турок хорошо, правильно воспитан культурно, и про родителей, про традиции, еще что-то подобное, даже встречаясь с иностранкой, он может долго что-то тянуть, там, не знаю, к себе не перевозить, замуж не звать, долго это год, полтора, два, где типа вот этих встречаний на расстоянии, ну, по моему личному ощущению, это даже нормально. То есть это не вам паник убить, боже, я ему не нужна, неинтересна, вам не какие-то правильные, сейчас вопрос к вашей самооценке, если вы так реагируете. Но по факту он, значит, пытается вам подождать вот это все, не развивать активно, быстро, не накидывается на вас, не набрасывается, чтобы вы почувствовали себя важной, что идут отношения. То есть если он встречается так с турчанкой, то это ее в уважении, желание ее ждать, желание, что типа все серьезно. Если бы он относился легкодоступно, легкомысленно, несерьезно, и к турчанке, к киносанке он нападает, он ее начинает завоевывать, да, это цветы, жесты, но это быстро всякая интимная связь, поцелуи, конечно же фразы, о, выходи за меня, или я тебя люблю, это очень все быстро, красиво и так далее, для вот, это для того, чтобы получить какую-то интимную или близость сразу. Если турок с вами что-то тянет и долго, но при этом показывает свою симпатию, там, вы ходите в цветочно-букетный период, встречаетесь, короче, вся эта история, это нормально, даже скажу, это очень хорошо. Это про брак, про серьезное, там дальше будете смотреть, как это будете выруливать. А если, ну, знаете, тут главное для вас не пропустить. Он про серьезное и такое вот уважительно ко мне, или он вообще отморозок тормозит, он очень холодный, ему нифига на самом деле не надо, он просто проводит со мной время в интернете, там, переписывается, ему просто комфортно, удобно, иногда встречаемся, то есть от него всегда, главный показатель у турка в отношениях, инициатива. Пусть вы к нему не переехали год-два, это нормально, но если вы в этот период встречаетесь, вам дарят подарки, вам говорят, как вас любят, знакомят, например, со своей семьей, это вообще прям очень огромный поступок, на самом деле, для турка прийти к родителям, это реально уже, это очень серьезно, именно к родителям, не братья, сестры, кузины, тети, дяди, они не расскажут родителям о том, что с вами были знакомы, окей? Вот именно знакомство с папой и мамой, вот это самое важное, остальные это все, это все могут промолчать и сделать, я смотрю, что вас вообще даже не знали, никогда не видели, мне еще не напомню, что вы существовали, эти знакомства фигня полная, мне на счету не показывают никаких результатов. Короче, действия. Какие, вообще, если нет каких-то норм по времени, сейчас девочки скажут, ой, а меня муж быстро завоевал, перевез, мы поженились, родили детей и так далее, я не допускаю, что, типа, этого нет, да, конечно, есть такие истории, это не говорит о том, что ваш супруг, парень или муж плохо воспитан, и вас взял на храп, и все произошло очень быстро, это говорит просто о том, что у него просто более европейские, прогрессивные взгляды, и он, например, сразу быстро понял, что он вас любит, что это та вот, за кого я хочу жениться, вы совпали, вот как пазлик, по сути, чего там такого плохого, каждый живет по времени, вообще, как ему комфортно развивать отношения и так далее, просто у вас турецкий избранник, например, жил где-то за границей, общался, или работа его с этим связана, возраст, это тоже факторы определенные, семейное воспитание, давят на него родители или нет, то есть вы понимаете, очень много всяких факторов различий, ничего там плохого такого нет, но этого гораздо просто меньше в процентном соотношении, чем вот, когда будет что-то там долго тянуть про серьезные отношения, если мы про серьезное говорим. Смотрите, про реальные отношения с турком, вот вы, я по своему могу опыту сказать, по опыту с кем общаюсь с девушек, опыту моих там клиентов и так далее, когда браки, отношения переходят в брак, как правило, вот такая закономерность есть, но она может нарушаться, у каждого это свое, но чаще всего встречается такая схема, когда встретились там в интернете, например, или там на отпуске, познакомились, если в интернете, то договорились о встрече в реальной жизни, если на отпуске ты слетала домой, потом опять у вас какая-то встреча, то есть после, да будем брать, давайте интернет, онлайн общение, там несколько месяцев до полугода онлайн общения, должна произойти реальная встреча в реальной жизни, если у вас это откладывается на год, полтора-два, все, уже до свидания, короче, это не про отношения, что бы он вам там ни писал, ни говорил, как бы не молился, что он вас любит. В среднем это где-то 3 месяца, 4 вот чаще всего слышится и встречается, происходит реальная встреча, кто за что платит, где как, по-разному у всех бывает, это и финансового положения, и целый человек живет, очень сильно зависит, это может быть 50 на 50 билеты, или все он оплачивает, это от финансовой возможности зависит, и не обязательно это может быть в Турции, может быть еще на нейтральной, третий страничный самый удобный вариант для всех вас, этот вариант самый безопасный, вы всегда можете, если что, вернуться домой, и не на чужой территории находитесь. Встретились, если у вас произошла взаимная симпатия, химия, и все окей, а нет, ну, типа ничего серьезного, если все окей, вы опять разъезжаетесь, продолжаете общаться, у вас уже начинаются разговоры про там, любовь какую-то, он говорит там, ты мне понравилась, какие планы, вы начинаете потихоньку, где-то вот уже прослеживаются планы новой встречи следующей, через сколько, когда, какие-то возможности, более интимные личные темы, семейные, жизненные обсуждаются, какой-то там человек и так далее, то есть вот это больше такое сращивание происходит партнерское, и вы где-то начинаете говорить либо о возможностях новой встречи, или там какой-то поездки, или он к вам, или вы уже к нему, то есть где-то вот это, вот оно развитие, вот вы опять встретились, не знаю, с кем-то там познакомились, с его родственниками, или он к вам приехал в ваш город, вот неважно вообще, как это произойдет, вообще неважно на самом деле, главный процесс действий, нет закономерностей, он должен, обязан ехать ко мне, иначе мне это ничего не надо, он меня иначе не уважает, это уже за бред, как бы, нет, обстоятельства же просто разные бывают, может быть он пока силу каких-то прижимов не может поприлететь, визы, там еще какие-то дела, работа и тому подобное, опять вы как-то там встретились, и уже идет время, понимаете, это что же не суперчастые встречи, вот идет вот этот процесс развития отношений, год, полтора, два в среднем, это у всех до трех лет где-то, если эта история там больше двух лет, я бы уже честно начала вот так задумываться, типа, блин, что-то время тратим, пора уже что-то как-то съезжаться, что-то в общем, какие-то решения принимать, и попадает женщина, очень часто в капкан, ждет какой-то активности, а ее не происходит, он так же все продолжает про встречи, или там их оплачивает, но типа не переезжает, замуж не зовет или еще что-то, имейте в себе силы, не тратя свое время в пусту, и вот в этот этап, когда все, например, затягивается, пожалуйста, найдите в себе силы, просто открыто у своего партнера, у парня спросить, слушай, а какие у тебя планы вообще на свою жизнь, как ты ее видишь в ближайшие 3 года, 5 лет, например, послушайте, что он вам ответит, если вы в его планах, как он вообще видит свою жизнь, если он просто вот тараторит, рассказывает, а вы, слушай, вас там нет, он не сказал, ты ко мне переедешь, мы поженимся, я там планирую что-то улучшить по работе, там еще что-то, развитие какое-то, потому что ты ко мне там потом, там дети или еще что-то, вот этого ничего нет, это вам уже на заметку, то есть мы до этого не дергаем его, что, когда, как, давай отвечаем, быстрее, а из-под тишка, как бы, знаете, ненавязчиво спрашиваем в этих планах, анализируем, ресерч проводим, есть я там, нет, что это вообще за планы, если вас там нет, вы четко услышали, вам обидно, больно и неприятно, окей, останавливаемся, делаем передышку, отвечаем по-честному себе на вопросы, что он меня там не видит, окей, вопрос себя, зачем я тогда трачу на это время, или встречаюсь с этим человеком, отвечаете на этот вопрос, что вам это дает, и уже к нему выходите на конкретный диалог, например, говорите, дружочек, я недавно у тебя спрашивала, неделеку назад, вот ты сказал, что по планах твоих, знаешь, ты что-то в планах не увидела, знаешь, у меня напрямую прям, у меня вообще возникает вопрос, а чем мы с тобой встречаемся, чтобы что, вот тебе классно, кайфово сейчас, вот здесь в моменте, да, то есть, но планов ты не хочешь, например, а я, у меня есть планы, я хочу выйти замуж, или я вижу тебя отцом, там, моих детей, я бы хотела, чтобы так было, а ты, я смотрю, так не видишь, ну, окей, то есть, и мы расстаемся, не бойтесь услышать настоящий, правдивый ответ, знаете, почему, вот с вот этой точки, либо вам скажут, блин, так я тебя в планах вижу, вся любовь, и вы услышите, когда задаете этот вопрос, либо почувствуете, что нет, вот с этой точки, вы становитесь официально свободны, но за свою свободу надо брать ответственность, и вы в этот момент решаете, да, например, он не видит вас в своих планах, вы говорите, блин, заканчиваю эту историю, это не по моим желаниям, живем дальше, но без него тратить время свое не хочу, или вы прячете голову в песок, не выходите на прямой с ним диалог, разговор, и продолжайте, внимание, себя обманывать, и ждать то, что человек не собирается делать, вот это все зависит, по сути, только от вас, вы имеете право на свое желание, имеете право о нем заявить, спросить у партнера, и потом притять ответственность за результат, который вам скажут, просто не все вообще не хотят брать ответственность за свою жизнь, слышать какой-то вывод и результат, потому что с ним что-то потом делать надо, потому что пока мы молчим, не задаем вопросы, у нас классное ощущение, аура возникает, что мы себя обманываем, будет так, как я хочу, надо только еще подождать, потерпеть, подождать, потерпеть, идут годы, годы, а потом она такая, я на тебя пять лет потратила, почему я все еще не переехала в Турцию, например, здрасте, где вы были три года назад, надо было сразу через два года отношений вообще об этом спрашивать, поэтому вот это вот затягивание им могут пользоваться люди, которые боятся брать ответственность мужчинам, есть турки, еще я хочу подвести, турки про серьезные отношения могут встречаться долго, даже с иностранкой, вам пусть это истит на самом деле, это уважительное отношение к женщине, он показывает, что я не на храпом тебя беру, ты мне нужна постель, это про наш менталитет больше, а у меня серьезные отношения, то типа брак навсегда будет долгий, прочный, и узнаем друг друга, это очень хорошо, то есть я к тому, что у вас есть время узнать партнера лучше, чтобы вы потом не перескочили быстро замуж в другую сторону, и такая, ой, а муж-то оказывается мой вот такой, сикой, я его точно не узнала до конца, чтобы вот этого не было, и турки, которые берут на храпом, если мы берем менталитет турецкий про турчанок, это не про свадьбу, не про серьезные отношения, я не сразу говорю, и турчанки это знают, и турчанки вот этот момент, когда с ней долго встречаются, используют для себя, она показывает, кто здесь босс, кто здесь королева, как за ней надо ухаживать, какие подарки ей надо дарить, и все-все-все прочее, и мужчина на это соглашается, если турок на храпом берет, быстро там женится, перевозит, и все прочее, с иностранкой, ну просто более европизированный, то есть ваша задача, как иностранки, первое, вот сканировать его, если он быстрый, резкий, на храпом, не бабник ли он, про серьезные ли он отношения, вот это проверять, и если у вас долго идут отношения, с турком развиваются, ну блин, лично я дам такую оценку, два года, это последняя критическая какая-то точка, через которую турок уже может знать, женится он или не женится, вот честно скажу, он уже понимает, у него уже есть какие-то чувства, осознание у него в этот момент есть, если он не тянет, не толкает ничего, и два года проходит он дальше, вот эта история начинает затягиваться, вы тут делаете выбор, тянуть вам это дальше или нет, вот, хотела, как бы, немножко вам, с точки зрения менталитета, что-то подсказать, может быть, у вас в голове по полочкам что-то встанет, вы выводы какие-то, сделайте там вопросы своим молодым людям, вы, короче, обращайте на это внимание, вот, рассказала про менталитет, как здесь есть, спасибо большое за внимание, если считаете, что это видео полезное, пожалуйста, распространите в соцсетях, отправьте своим подружкам, поставьте лайк, напишите комментарии, под видео, это очень сильно помогает развитию канала, в инфобоксе под видео есть моя почта, вы можете туда написать тема, письма, консультация, я вышла, вышли условия моей психологической консультации, я психолог, если что, и если вы хотите прислать историю от анонима для разбора на YouTube-канале, видео отдельное, то пришлите письмо с поместкой, письмо от анонима, скоро увидимся, всем пока!